Степени сравнения есть только у качественных прилагательных. Сравнительная степень может быть выражена простой формой, которая представляет собой одно слово. Простая форма сравнительной степени может быть образована с помощью различных суффиксов. С помощью суффикса «е» – громкий и громче, с помощью суффикса «е» – красивый, красивее, с помощью суффикса «ей» – приветливый, приветливей, с помощью суффикса «ше» – тонкий, тоньше. Либо может быть образована от совершенно другой основы. Так от прилагательного «хороший» мы можем образовать простую форму сравнительной степени слова «лучше». Прилагательные в простой форме сравнительной степени не изменяются, в предложении являются сказуемыми. Перед вами три предложения, в которых употреблено одно и то же прилагательное в простой форме сравнительной степени. Оно относится к существительным разных родов. Озеро – существительное среднего рода, река – существительное женского рода, пруд – существительное мужского рода. Несмотря на это, прилагательное у нас не изменяется, и, как вы видите, в каждом предложении оно является сказуемым. Сравнительная степень составной формы представляет собой два слова. Первое из них – это слово «более» или слово «менее», а второе слово – это прилагательное в полной форме. Вот перед вами образована составная форма сравнительной степени – «более громкий голос» или «менее приветливый взгляд». Избегайте грамматической ошибки, которая происходит при смешении разных форм сравнительной степени. Предложение с ошибкой перед вами. Видите, здесь смешали две формы сравнительной степени. Слово «более» взяли от составной формы. Слово «глубже» – это простая форма сравнительной степени. Чтобы правильно выразить эту мысль, нужно взять либо прилагательное в простой форме, как в предложении «байкал глубже ладоги», либо прилагательное в составной форме сравнительной степени, как в предложении «байкал более глубокий, чем ладожское озеро». Превосходная степень прилагательных также может быть представлена простой формой, которая выражена будет одним словом. Простая форма превосходной степени у нас образуется с помощью различных суффиксов. Это суффикс «ейш» – красивейший, или суффикс «айш». С помощью него образовалось прилагательное в простой форме превосходной степени «глубочайший». При образовании простой формы превосходной степени возможно присоединение приставки «на» и к исходному слову. Посмотрите, «на» и «тончайший». Здесь есть и приставка «на» и суффикс «айш». Прилагательные в простой форме превосходной степени изменяются парадам, числам и падежам. И в предложении чаще всего являются определениями. «Шелка какого?» – «тончайшего». Превосходная степень также может представлять собой составную форму, которая выражена будет двумя словами. Здесь есть два варианта образования составной формы превосходной степени. Первый вариант. Мы берем слово «самый» и добавляем прилагательное в полной форме. «Самый громкий голос». Либо мы берем прилагательное в простой форме сравнительной степени и добавляем слова «всего и всех». «Голос громче всех». Вот прилагательное в простой форме сравнительной степени и добавили слово «всех» к нему. Продолжение следует...